Музыка 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 Так, ну что? Погнали что ли? Начнем с проводки А что ты вздыхаешь? Замотал здесь прям В мясорубку Короче, был тут Небольшой консилиум Решили, что во всем виноват водитель Гоняет слишком быстро Поехали! Ну что, с вами снова ОМЗАП Сегодня снимаем очередное видео, как Santa Fe 2008 года 2.2 турбодизель Д4ЕБ Машина ехала-ехала и заглохла На эвакуаторе доставили Вскрыли верхнюю крышечку Увидели, что там валяются зубчики Да, вон валяются куски там ремня Шансы есть, что не загнуло и не сломало Но их мало Поэтому сейчас будем Разбирать, накидывать ремень И заводить Просто самое жалкое и обидное Что буквально где-то, наверное, тысячи три-четыре назад Здесь, на этой машине В головку В головку засунули Новые восемь рокеров Гидроконпенсаторов, прокладочки Все сменили, там все в идеале Все ставили оригинальное Но ремень на тот момент Не трогали, так как Пробег у него был небольшой На этой машине уже не первый случай Когда либо отваливается Ролик перескакивает ремень Либо ремень просто рвется Вот теперь его обрезало И вот что-то вот как-то вот так Вообще, как правило, на Вот этих Santa Fe Classic Tuxon, Sportes Где установлен двигатель D4EA Так же С объемом 2 литра То есть они В принципе, два Мотора, как Два брата Младший и старший Вот И у них Вообще У этих движков D4EA И EB 2 литра И 2,2 Ремень рвется крайне-крайне редко То есть Ну, случаев очень мало И ходит он по 100 120 И 140 тысяч Так, вот здесь вот Так, так, так Это потек отсюда спереди Откуда Да Не понятно Здесь, да Это сальник коленвала Да Это именно сальник С турбиной все Турбина новая, но С нее что-то подтекает Там прокладочка Да Там что-то ребятки немножко Ошиблись И тут течет Угу Подтекает, да? Да Там На холодной улитке На холодной улитке На холодной улитке Между холодной улиткой И картриджем Есть уплотнительное Резиновое кольцо Вот оно как раз Пропускает Наша сейчас задача Снять ремень Подкинуть другой И Завести машину Если она заведется И понять Разломало там что-нибудь или нет? Еще Момент Если Допустим Два литра дизель То лучше Для того чтобы Мотор поднять Выше и ниже Для удобства Вытаскивания кронштейна Ремня Необходимо открутить Подушку переднюю Вот среднюю И заднюю То здесь Достаточно открутить Только одну Сейчас я вот вытащу отсюда болт Выверну Так Вот он у нас Даже мы можем открутить Вот эти просто болты Снизу Допустим Здесь Есть доступ Опять же Снизу А там На двухлитровом Нету Таких болтов Чтобы Когда мы Донкрат поставим Или Вывешивать будем Цепью Мотор Можно было Поднять Выше Вот он Ремешочек Ремень На месте Но Голенький Получается Нет одной части Здесь Сейчас Ставим Донкрат Снизу Подставляем Вытаскиваем Блин Грязные машины Сейчас все Уже осень Началась Давай Толкай Я тут Держу Здесь Надо его Поддержать Давай Вот так Давай Я может помощнее Давай Ты мощнее Я знаю Просто надо О Молодец Распредвал Должен быть Под нагрузкой То есть Свободного места Не должно быть Если он вот так Допустим Сейчас Крутится То это говорит о том Что там Рокера нет Дальше Проворачиваем Тыньск И здесь тоже Ничего нету Ну вот Все там Вон в пустую грузу Вот в одном месте Чуть Ну остатки Там что-то Остатки Поэтому Смысла Смысла нет Подкидывать ремень Понятно Здесь с крышкой Снимем Надо скрывать Клапанную крышку И вытаскивать Рокера Ну вон все-все валяется Вдребезги Видишь валяется Вот здесь Италолом Здесь Вообще там просто в кашу Все Разлетелось Короче По всей видимости Скорость была неплохая Что разлетелось Здесь все нахер Произошло все на скорости Двигатель Хочет По инерции Еще Доламывал Нет Если бы он оборвался Было бы Конечно проще Сути вот На кулачке У них есть такая Болёшечка Ростовый твал тоже пойдет Под замену Оооо Вот все Отломало кусок Вот он, от клапана. Конец. Надо скидывать мотор и снимать головку. Все. Сколько денег? А? Сколько денег? Много. Ну, у тебя есть. Наверное, придется взять паузу. Клиент будет в шоке. Мы тут тоже немного в шоке от увиденного. Все-таки клапан. Получается, оттуда ударила, обломила ножку. Ну и расхерачила, конечно, головку. Не знаю, что почистить. Этот клапан вообще забил один выпуск. Один отломила. Оставшиеся вроде не загнуло, но уже есть трещины. Вот свечами накала. Свечи накала, кстати, три штуки не выкручиваются. Одну только вывернул. А вот что с красавцем, с поршнем случилось. Вот к чему приводит обрыв ремня ГРМ. Вот он, забила его. И конец. Сейчас попробуем прокрутить. Посмотрим, что там у нас внутри. Задрало ли цилиндр? Нет. Цилиндр вообще ни капли не дра. Ничего. То есть, по идее, нам нужен поршень. Нам нужен поршень. А чтобы сменить поршень, это просто. Вот этот двигатель, этот блок, он очень сложно разбирается в этом плане. То есть, там надо снять поддон, плиту поддона и так далее. В целом, сейчас скажу для всех. Для всех, кто имеет старый дизелек. Неважно, корейца, немца или там японца. Каждый из вас должен быть готов к подобному. Это может случиться с каждым. То есть, сегодня, завтра он экономит вас, ваши деньги, ваше время. А вот в один прекрасный день, так как он уже более 10 лет может случиться с каждой машиной. И вы должны быть готовы к этому. Не знаю, чем закончится вся эта история. То есть, визуально я даже вижу в принципе, что головку можно еще подчинить. То есть, ее не разбило полностью. Вроде бы как. Но надо сейчас этот вышибать клапан, все рассухаривать. А мы на этом будем завершать. Но, но, если в этой истории что-то вскроется такое прям очень-очень интересное, то мы снимем и покажем вам. Все, всем пока. До свидания. Да вместе с ним давай вытаскивай. Зная этого клиента, у нас много лет обслуживается. Мы поставили контрактный двигатель. То есть, клиент оперативно, утром прям позвонили ему. И уже к 12 он нашел двигатель. Сам привез без навесного оборудования. Если не ошибаюсь, за 100 тысяч рублей. Вот он двигатель. Все работает. Сейчас он обгорает, обгорает, греется. Давление в системе охлаждения появилось. Долго уходил антифриз. То есть, где-то был воздух. То есть, он уходил, уходил. Доливали, доливали. И собрали. Кстати, с турбиной. С турбиной вчера очень долго мучились. Получается, 5 из 5 шпилек. Все пришлось поставить новые. Все новые гайки. Измучился. Ужас. То есть, проблемы начались еще на снятии турбины. Поэтому, все же, когда проводите манипуляции с головкой блока цилиндров, то лучше снять мотор. Это делается быстро, не сложно. Опускается вместе с подрамником. Вот все сейчас он у нас работает, заводится. Еще, кстати, как и все моторы обгорают, идет запах. Также из трубы, так как у нас топливо в четвертый цилиндр вливалось, а компрессии не было. Все, летело в трубу. Поэтому, где-то примерно полчаса, час будет выгорать еще. Так. Вот, заводится он хорошо. Обязательно, то есть, при установке контрактного двигателя, то есть, обговариваются такие вещи, как замена ремня ГРМ. То есть, так как есть гарантия, чтобы не вскрывать его, но ГРМ в эту гарантию не входит. То есть, в любой мотор вы имеете право поставить новый ремень. Также, если водяной насос, помпа приводится ремнем к ГРМ, она тоже обязательно меняется. Что мы и сделали здесь. То есть, сменили помпу, там было видно даже чуть-чуть, чтобы была утечка охлаждающей жидкости. Ну и вот, в принципе, у нас ушло где-то на все. про все. Тут между делом два с половиной дня мотор поставили. Но, опять же, можно это сделать за один день. Упереться с утра до вечера. То есть, сделать. Но так как были по записи другие машины, сделали между делом. И взяли мы ее тоже не по записи, между делом. То есть, попала она там. Так, ну все. Вот, в принципе, как-то вот так установка. Контрактного двигателя у нас окончено. Поэтому, если что, звоните, пишите и приезжайте. Все сделаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!